В этом видео я хочу показать вам симпатичный модуль, который вы сможете закрепить в правой нижней позиции вашего сайта. Вот сейчас вы видите вот здесь вот иконочку, причем при прокрутке сайта. Модуль занимает клейкую позицию, вы видите, я прокручиваю сайт, иконку эту видно. По клику по иконке всплывают вот такие кнопочки, где мы можем менять иконки, цвет, добавлять текст, и все эти кнопочки являются ссылками, как на внутренние страницы на ваше усмотрение, так и внешние какие-то сайты. То есть если вам нужно в удобном виде разместить какие-то ссылки, причем здесь нет ограничений по количеству вот этих ссылок. И даже если мы посмотрим на имитацию мобильного устройства, так же на мобильном устройстве смотрится достаточно симпатично. Меня зовут Федор Васильев, давайте рассмотрим данный модуль. Как обычно, переходим в админку нашего сайта, переходим в расширение менеджера, расширение установить. Данный модуль бесплатный, вы сможете скачать его по ссылке в описании под этим видео. Архив перетаскиваете вот в эту область, как обычно установим, я уже его установил. После этого переходим с вами в расширение модули, отсортируем по непубликованным. Вот название данного модуля. Сразу его включаем. Переходим в настройки модуля. Давайте разберемся с правой частью. Заголовок можно скрыть. Позиция. Я выбрал позицию дебаг. Попробуйте тоже дебаг поставить, если модуль не отобразится. Посмотрите, какие есть модульные позиции у вашего шаблона. Дальше сразу не забываем, на каких страницах это отображает. То есть мы можем выбрать, не обязательно на всех страницах, можно выбрать на каких-то определенных. Я выбрал на всех. И давайте рассмотрим настройки данного модуля. Первое. Где отображать? Вот такой вот есть здесь список. То есть первое. Показать только на мобильном устройстве, чтобы только на телефоне было видно данные кнопки. Показать только на мобильных и на планшетах. Или показать на всех устройствах. У меня стоит на всех устройствах. То есть смотрите, первая кнопка красная, которая всегда видна, цвет задается здесь. Например, давайте в этот раз я сделаю зеленый. Соответственно, цвет иконки на этой кнопке мы тоже выбираем. Если цвет заливки светлый, то лучше выбрать цвет какой-то темный. Не обязательно черный, просто темный. Дальше вот здесь идут ряд иконок. Это те иконки, которые, опять же, вот это первая иконка, которая видно сразу на сайте. В этот раз давайте я возьму вот эту иконку. Поворачивайте кромку при клике, да? Да, нет. То есть если да, при клике иконочка будет поворачиваться. Сейчас посмотрим, что это. Тема, то есть для подсказки, как я понял, tooltips, dark, темная или light, светлая. Я лично не заметил разницу. И дальше у вас здесь вот не будет вот таких вот вещей, да? Сейчас я вам покажу. То есть здесь будет вот такая еще кнопочка. Вы кликаете, и вот здесь уже задаются иконки, ссылки, именно всплывающие. То есть title. Это будет заголовок. Дальше URL. Любой URL. Я возьму на тот же сайт. То есть перенаправлять по клику, да? А цвет иконки. Давайте я сделаю оранжевый. И иконка Color. То есть сама иконка какого цвета, пускай будет белая. И вот такое вот количество иконок на выбор. К сожалению, здесь нет иконок, например, социальных сетей. Было бы здорово, если бы здесь были все иконки, да? То есть есть, конечно, сразу напрашиваются какие-то такие варианты, которые здесь подошли. Но модуль и так хорош, учитывая, что он бесплатный, да? Возможно, он вам подойдет. И неограниченное количество. Вот здесь вот внизу по плюсику вы можете добавлять или кликать вот сюда еще раз. Ниже появляется еще один такой прямоугольник для второй кнопки с настройками. То есть все очень просто. И так сколько угодно. И также вот за эту вот иконочку вы можете перемещать, менять местами, как вам больше это понравится, да? Вот таким вот образом. После этого мы нажимаем с вами сохранить. Переходим с вами на фронтальную часть сайта. Обновляем сайт. Вот видим зеленую иконочку. По клику всплыли наши иконки. Две иконки я просто еще не задал. А вот вы помните, я сделал оранжевый. Текст при клике меня обновляется и перебрасывает на главную страницу данного сайта. Также можно вешать как внутренние, так и внешние ссылки. Ну, вот такой вот интересный модуль, да? И вот он, видите, при клике, вот эта иконка основная, она поворачивается. Rotate, о чем я говорил. Я думаю, с таким эффектом будет намного интереснее. То есть вот здесь вот Rotate, если не нравится, отключаем. На этом здесь все. Надеюсь, для вас был модуль интересен. Надеюсь, он вам пригодится. Увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.